Всем привет! Мы на канале Нива Декор. Я сейчас работаю над большим цветочным проектом и поэтому решила снять для вас серию мастер-классов по изготовлению больших ростовых весенних цветов. Мастер-класс будет по изготовлению самого весеннего цветка, который к тому же очень экономичен и просто в исполнении. Как вы уже наверное догадались, это будет нарцисс. Чтобы сделать ростовый нарцисс нам понадобится желтый изолон толщиной 3 миллиметра, мы будем делать 6 лепестков и тоже желтый или оранжевый фоамиран, но более насыщенного оттенка и цвета толщиной 2 миллиметра. и будем клеить картон на металлопластиковую трубу. Для планировки мы берем акриловую краску, будем использовать кисточку и спонжик. Листьев будем использовать как обычно строительный фен и конечно будем их приклеивать с помощью горячего клея. Итак приступим вырезать лепестки. Берем изолон 30 на 20 сантиметров, складываем его пополам и вырезаем из него максимально приближенную к лепестку нарцисса форму. Трю на картинку. В этой части лепесток должен быть шире, в этой уже и должен заостряться вверху. Вы можете скачать шаблон и использовать шаблон. Вот такой лепесток за счет его растягивания он впоследствии еще немножко удлинится. Делаю вам такой вариант формирования серединки. Складываю фоамиран в четверо и вырезаю круг. Срезаю вот этот угол и вырезаю круг. Из такого количества материала получится серединка для двух цветов. Возможно это будет не самый идеальный в мире круг, но нам это и не нужно. То есть вот срезали уголки и получился вот такой круг. Теперь я разрезаю его пополам. Это будет серединка для нашего цветка. Будет много цветов, поэтому для меня такой вариант использования материала наиболее приемлем. А если вы будете делать один цветок, вы можете вырезать полукруг просто из, соответственно, такого прямоугольника нужного размера. Срединка была поинтереснее. Мы сделаем такие фигурные у нее края. Где-то более глубокие надрезы. Но не сильно. Затем мы будем растягивать фоамиран после обработки горячим воздухом и она получится волнистая и ажурная. Вот такую мы вырезали серединку. Теперь мы будем ее тонировать. Обмакиваем спонжи краску. Немножко растираем краску и начинаем обрабатывать края. Нужно больше краски, чтобы получилось поярче. Я тонировала лепесток с помощью спонжика. Сейчас я его быстренько прогрею, чтобы он высох. А с этой стороны буду тонировать с помощью кисточки. И тогда определюсь, как мне больше понравится именно для этой серединки. Сушила краску. Переворачиваю. Беру кисточку. И здесь наношу краску кисточкой. И использую акриловую краску. И жесткую кисточку. Так выглядит лепесток после нанесения краски. И еще раз ее подсушиваю. Уже с этой стороны. Теперь будем растягивать фоамиран. Нагреваем его очень быстро. Эта двоечка нагревается очень быстро. И вообще фоамиран очень послушный материал. И растягиваем. Нагрели и растягиваем. Нагрели и растягиваем. Аккуратно, чтобы не порвать. Вот так получается. Ну и еще чуть-чуть. Часть серединка выглядит вот так. В серединку откладываем в сторону. И берем лепесток. Мы его также будем тонировать. И берем лепесток. И берем лепесток. И берем лепесток. Несколько штрихов кисточкой. Чтобы получился еще более яркий акцент. Также подсушиваем краску. Теперь формируем лепесток, вытягивая посерединке. Нагреваем. И растягиваем. Лепесток получается вот такой формы. В каких-то лепестках сделать вот такие загибы. Главное не делать их много. Потому что они нарциссам не свойственны. И если все будет в таких волнистых линиях. Это будет не очень смотреться натурально. Листики я тонировала полностью. Какие-то как например этот только с краю. Тонировка это такое большое поле деятельности для эксперимента. Теперь начинаем собирать наш цветок. Я решила подстраховаться. И вырезала из фоамирана еще два кружочка. Из обрезков фоамирана. Чтобы закрыть картон. И он нигде не выглядывал. Кружочки вырезала не идеальные. Поэтому потом подрежу ножницами вот эти вот края. Где выглядывает картон. А пока приклеиваю кружочки. Теперь наносим клей посередине. Клея не жалеем. И приклеиваем трубу. Потом я нанесу клей еще немножко. Вставляем трубу. Прижимаем. И ждем пока она прикрепится. Как она зафиксировалась. Еще раз пройдемся клеем. Это важно. Это надежность крепления нашего цветка. Вот здесь по месту крепления. Возможно эта часть картона будет видна. Поэтому я вырезала из обрезков фоамирана полоску. И заклею бортик. Чтобы цветок выглядел красиво и аккуратно. Зала клей. И приклеиваю полоску. Так. И хвостик я обрезала. Теперь начинаем приклеивать лепестки. По поводу лепестков. Если вы приклеиваете такой лепесток. Небольшой из изолона 3 мм. К низу. Вот так. Он у вас будет немножко гулять. То есть такой четкой формы не будет. Если вы приклеиваете его сверху. Здесь он провисает вообще очень сильно. Третий способ. Сделать надрез. И соединить клеем. Сделаем надрез. И если я сейчас склею эти две половинки. Получится цветок. Лепесток который держит форму. Но если его приклеивать сюда. Получится достаточно закрытый цветок. Он держит форму. Но посмотрите как это будет выглядеть. Нам же нужно чтобы цветок был более открытый. Поэтому я буду клеить следующим образом. Я наношу клей сюда. И склеиваю кончик лепестка между собой. Немножко. Так получается жесткая форма у лепестка. И потом. Теперь я наношу клей вот это место. На ребра изолона. Много не надо. Потому что если вы нанесете много клея. Тогда листик сократится в размере. То есть буквально вот здесь. И приклеиваю его к нижней части. Вот так. Можно придавить. Низ будет все равно декорироваться. И хорошо хорошо держать. Чтобы лепесток зафиксировать получше. Я нанесу две капельки клея. Сюда и сюда. И еще немножко подклею. Приклею к нижней части. Вот сюда. Одну капельку. И одну сюда. Теперь. Еще подклею здесь. Ряд лепестков готов. Начинаем клеить серединку. Делаем такую заготовку для серединки. Для того чтобы приклеить серединку. Я складываю ее вот таким образом. Потом защипываю. И приклеиваю сюда. Но поскольку я сделала серединку. Эту часть желтым цветом. Мне не очень нравится как это выглядит. Поэтому я сейчас вырежу все-таки. Такого же цвета. Кружочек для серединки. И наклеиваю. И уже сверху приклею эту заготовку. Мне кажется так будет красивее. Я увидела, что желтый цвет для этой части не очень подходит. Поэтому я сейчас сделаю еще один кружок все-таки такого цвета. И все остальные цветы буду уже тоже делать. Используя фоамиран такого цвета. Вместо желтого изолона. Так я отрезала края. Сделаю их более волнистыми. Чтобы было интереснее. И уже вот такой кружочек приклею сюда. У цветка сразу получится другой вид. Сюда клей. В это место. И приклеиваю. Нужно хорошо подержать, чтобы серединка не открылась. Приклеить было легче и было более надежно. Мы вот эту часть сейчас завернем вовнутрь. чтобы получилось такое донышко. Так. Так. И уже потом сюда будем наносить клей. Клей. Вот донышко и клей. И начинаю приклеивать. Будет выглядеть нарцисс. Если мы сделаем серединку из одной половины круга. И сейчас покажу, как он будет выглядеть, если мы добавим еще вторую половинку. Он выглядит вот так. Мне больше нравится второй вариант, когда все-таки он более пышный. Поэтому я сейчас приклею еще одну такую оборочку к серединке нарцисса. Так. Наш нарцисс готов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующих мастер-классах из серии весенних цветов мы будем делать вот такой пион. И вот такой вот розовый мак. ПОДПИШИСЬ!